Всем привет! Я на своем канале часто рассказываю о силе визуализации, о том, как она помогает достигать своих целей. Привожу какие-то конкретные примеры из личной жизни, а также из жизни других известных людей. Визуализация достаточно популярна в наше время. О ней многие говорят, но также есть и другие голоса, которые упоминают о вреде визуализации. Поэтому давайте этот выпуск посвятим тому, чтобы рассмотреть эти отрицательные отзывы о визуализации и поразмышляем над этим. Действительно ли так вредна визуализация? Действительно ли есть от нее какой-то отрицательный эффект, о котором некоторые упоминают? Специально для этого я покопался в интернете. Нашел такие статьи, которые говорят об отрицательном воздействии визуализации на человека. Когда приводят какие-то доводы. Заскриншотил и давайте вот некоторые из них рассмотрим. Итак, вот первый скриншот. Чем могут быть опасны аффирмации и визуализации? И вот замечается, что ложный эффект достижения цели. Замещение реального успеха ощущением радости от придуманного успеха. В этом кроется главная опасность. Когда человек представляет себе мечту во всех нюансах, срабатывает сигнал. Она уже исполнена. Мозг при этом не делает разницы, произошло событие или нет. Эндорфины выброшены. Удовольствие получено. Мотивация усердно действовать пропадает. То есть, коротко говоря, человек, который визуализирует, он не действует. Как бы замечание такое делается. То есть, усердно действовать, мотивация пропадает. Все. Типа визуализация выбила всю мотивацию действовать. Также есть похожие мысли по поводу этого. Вот, например, отвлечение от действий. То есть, визуализация вот так типа действует на человека. Она отвлекает его от действий. Вместо того, чтобы действовать и достигать поставленную цель, человек создает у себя ощущение успеха там, где его не существует. В итоге нет результата, а только его представление. Вместо достижения, бездействия и фантазии. И тоже из этой серии. Трата сил и энергии на создание образа вместо действия. Когда мы визуализируем свои желания, то переводим образы в фото-видеогалерею. И вместо того, чтобы использовать эту энергию и время до достижения цели, человек подсаживается на красивую картинку. Это виртуальное обладание результатом, а не реально. Так, давайте поразмышляем над этой мыслью. Действительно ли визуализация так вредно действует на человека, что у него опускаются руки, он не хочет действовать. Он живет в каком-то виртуальном мире, замещает какие-то конкретные свои действия воображаемой картинкой. И успех ушел от него, все, жизнь у него испортилась и прочее. Давайте поразмышляем над этим. Ну, первая мысль, которая приходит в голову. Если для достижения своей мечты нужны только действия, как здесь замечается в этой статье, то в чем же тогда дело? Почему человек просто не продолжит свои действия, если все так просто? Если все так просто, пожалуйста, действуй и достигай. Тогда зачем нужно визуализировать и работать с подсознанием? Если речь идет просто о каких-то целях, которые, чтобы достичь, нужно просто действовать. Если все так просто и понятно, то в чем дело? Конечно, действуй и достигай. Но чаще всего жизнь, она гораздо более сложная и недостаточно просто действий. Все гораздо сложнее в реальной жизни. Например, если взять знаменитый пример Джо Диспенза. Ведь какая там у него ситуация была? Давайте вспомним. Он ехал на велосипеде, на каком-то соревновании, попадает в аварию, получает серьезные травмы позвонка. Когда врачи ему расписывают его будущее в связи с этой тяжеленной травмой. Они говорят, что он или будет передвигаться в дальнейшем на коляске, если сделает операцию. Если не делает операцию, то будет лежать в горизонтальном положении на постели. В итоге он отказывается делать операцию, занимается силой мысли и наступает вот это исцеление. И благодаря которому он ходит, и он об этом рассказал, он этим впечатлился и в эту тему вошел. В тему силы мысли. Распространяет эту идею, чтобы и другие люди тоже пользовались и знали об этом механизме воздействия. Вот давайте этот пример рассмотрим, потому что он достаточно известный. То есть и этот человек известный Джо Диспензе, и о нем можно прочитать. Любой человек может открыть эту информацию о нем. Что здесь? Здесь достижение его мечты зависело ли только лишь от его действий? Ведь он сделал все, что можно. Он наверняка обратился к самым лучшим врачам, в самые лучшие медицинские учреждения. И что сказали ему? То есть, когда речь идет о здоровье, то тут уже не все так просто. Это не просто как бы визуализация оторвала человека от действий, и из-за этого у него все испортилось. Тут уже эта схема не срабатывает. Вот, например, в этом примере с Джо Диспензей. Наоборот, она сыграла здесь положительную роль. Запустились в его случае, благодаря его практикам, запустились целительные механизмы в теле. Исцеляющие механизмы, благодаря которым восстановилась, регенерировала ткань. Поэтому тут, конечно, страдает конкретика, если был приведен какой-либо конкретный пример, чтобы можно было точно сказать, действительно, вот человек сидит, мечтает и не действует. И благодаря этому все у него пошло в кость и в крив. Например, возьмем другую ситуацию. Человек хочет найти себе вторую половинку. Он сделал уже все для этого. Уже все действия, которые можно было. Если кто знаком с такими людьми, кто хочет уже долгое время найти себе вторую половинку безуспешно. Я знаком с таким человеком. Он все делает. Он уже перепробовал все, что можно. Ну, просто так складываются обстоятельства, что не может найти. То есть, тут уже наоборот. Человек сделал все действия, которые только можно было сделать, и все как бы не складывается. Поэтому в таком случае люди обращаются к силе мысли, чтобы повысить шансы на успех. Или, например, другая ситуация. Человек, неважно, парень или девушка, хочет влюбить в себя другого человека. И обычно, зачастую в такой ситуации этот человек, наоборот, делает очень много действий таких, что он только отталкивает. То есть, своей завышенной важностью, он как бы прилип, как банный лист. Он постоянно пытается обратить на себя внимание. Он пытается что-то сделать такое. Но все его действия, они какие-то такие, которые наоборот только отталкивают другого человека. Понимаете? То есть, например, вот, пожалуйста, такая ситуация, когда действия человека, наоборот, отталкивают его от его цели. И чтобы это понять, это надо, наверное, поработать со своей психой, со своим подсознанием, чтобы как-то уравновешенно посмотреть на ситуацию. И после этого он найдет правильное решение и перейдет к более эффективным действиям. Также здесь замечается, что визуализация как бы забирает всю энергию. И из-за этого человек как бы перестает действовать. Давайте над этим поразмышляем. И здесь мне приходит мысль, что визуализация, визуализация и рознь. То есть, мы зачастую визуализацией называем некие процессы, но если углубиться в этот процесс, если задать уточняющие вопросы человеку, какая это была визуализация, что шло за этой визуализацией, если углубиться в сам процесс визуализации, если спросить человека очень детально, очень подробно, как проходит этот процесс, то мы придем к выводу, что визуализация человека, у которого все получается, она очень сильно отличается от визуализации человека, у которого не получается. Понимаете? Это совершенно разные вещи, которые человек называет одними тем же словом. Понимаете? Вот, например, здесь вот этот автор, он пишет, видимо, этот автор на себе испробовал визуализацию, и он почувствовал, что эта визуализация забирает у него энергию и сил. И вот он делится с другими, говорит, вот видите, у меня визуализация, это трата сил и энергии. Но давайте обратимся к другому примеру, тоже известный, Арнольд Шварценеггер, ведь он часто говорит о том, какую большую роль в его жизни сыграло видение. То есть видение – это визуализация по-другому. Видение конечной желаемой цели, видение своей мечты. И вот его здесь цитата. Ну и вот Арнольд Шварценеггер, человек-легенда, один из самых популярных влиятельных людей мира, который демонстрирует величие человеческого духа и чудеса настойчивости. И вот его цитата, посмотрите. «Я поставил цель, визуализировал ее очень ясно. Потом я создал драйв, жажду для превращения этого в реальность. Я находил радость в таких амбициях, в том, чтобы иметь видение перед собой. С такой радостью дисциплина для меня не была трудной или негативной, или мрачной. Вы любите делать, что вы должны делать – идти в гимнастический зал, упорно там работать. Даже когда боль является частью достижения вашей цели, а так оно и есть, вы тоже можете ее принять». Если внимательно посмотреть на эти слова Арнольда, то видно, что наоборот, его визуализация, его видение, оно придавало ему энергии и сил двигаться, идти вперед. Понимаете? То есть совершенно другой процесс. И поэтому давайте зададимся вопросом, почему у одного человека визуализация забирает все его силу, вводит его в апатию, а другого человека визуализация, наоборот, придает сил, создает ему драйв, идти вперед, потому что совершенно разные процессы происходят у этих разных людей. Понимаете? Совершенно разные процессы. Поэтому у одного человека визуализация забирает энергии и портит как бы ему жизнь, можно сказать. А другому человеку визуализация помогает достигать целей. Вот посмотрите, он говорит. Я сосредоточил свое внимание исключительно на видении того, где я хотел быть в будущем. Я мог видеть это так ясно перед собой во время моих мечтаний. Это было почти реальностью. Потом я ощутил легкость. Мне не нужно было напрягаться, чтобы быть там, потому что я уже чувствовал, что я как будто там, что это всего лишь дело времени. Понимаете? То есть, его видение, видение Арнольда придавало ему энергию двигаться, заниматься, идти вперед и достигать своих целей. И в одном из видео он говорит интересную фразу, которая имеет ключевое значение при рассмотрении этого вопроса. он говорит, что с каждым повторением упражнений в зале он приближался к своей мечте. Не имело значения, занимался ли я бодибилдингом или это было в фильмах об этом. Как я помню, в те времена, когда я качал железо, люди постоянно спрашивали меня в спортзале, почему вы все время улыбаетесь, почему вы? Вы так счастливы, что вам приходится поднимать 50 тонн тяжести. Вы должны тренироваться по 5 часов в день, я имею в виду, я смотрю на лица других бодибилдеров и тяжелоатлетов. И они выглядят немного удрученными, у них кислый вид. Они несчастны из-за того, что им приходится поднимать тяжести. Вы не выглядите несчастным, вы выглядите счастливым, и я бы хотел, чтобы вы были счастливы. Скажите им, что они всегда. Они говорят, что я улыбаюсь, потому что я точно знаю, что делал каждое повторение, которое я там делал, каждый сет, каждый вес. Я жил для того, чтобы стать на шаг ближе к тому, чтобы воплотить это мое видение в реальность и стать тем мистером вселенной. Я не мог дождаться, когда подниму еще 500 фунтов в приседаниях, я не мог дождаться, мне нужно сделать еще 1000 приседаний. Я не мог дождаться, когда смогу делать жим лежа еще раз, и еще больше, ка я больше не смогу двигать руками. Потому что я знал, что каждое повторение приближает меня к тому, чтобы стать чемпионом на этой сцене. На самом деле, когда я поднимал тяжести, я действительно не чувствовал, что поднимаю тяжести. Я чувствовал себе, как будто я был. Каждый раз, когда я поднимаю трофей над головой, вокруг меня собираются все эти бодибилдеры и тысячи людей кричат. И я говорю вам, что это настрой. То есть, он имел перед собой четкое видение уже исполненного желания, то есть, четкое видение своей мечты. И занимался, тренировался, совершал какие-то действия, так скажем, да? И был у него настрой какой? Что с каждым действием он приближается к своей мечте. Вот, посмотрите, какой настрой. То есть, его визуализация, его видение вот так вот его направило. Понимаете? То есть, оно придало ему сил, оно придало ему уверенности и веры. Вот. А кого-то визуализация приводит вот к этому. Трата силы и энергии на создание образа вместо действия. Вот. Понимаете? То есть, почему? Потому что происходят разные процессы. Потому что к этой визуализации приплюсовывается что-то другое. То есть, еще что-то другое. Возможно, какая-то завышенная важность. Приплюсовывается какое-то напряжение. Приплюсовывается, возможно, какие-то ошибочные мысленные установки. И прочее, прочее, прочее. И вот эта схема, она ломается, когда визуализация приводит к желаемому результату. Потому что к этой визуализации прибавляются элементы, которые портят напрочь вообще все, о чем говорит сила мысли. То есть, получается уже немножечко вообще другой коктейль. Вообще другое блюдо получается, которое приводит к истощению сил. Понимаете? Потом следующий момент. Тоже вот отмечается невротизирующее влияние визуализации. И как пишется, психотерапевты отмечают, что визуализацию обычно используют люди, склонные к невротическому типу реагирования. Таким способом они бегут от психологических проблем и разрешают их в воображении. Не живут в формате здесь сейчас. Тоже минус в том, что не дается ссылка на исследование этих психотерапевтов, что именно они имеют в виду. Поэтому возникает множество вопросов. Какую именно визуализацию они имеют в виду? Какие именно детали они упускают? Имеют ли они в виду ту визуализацию, которую мы говорим в силе мысли? Вот в чем вопрос. И когда я это прочитал, у меня сразу возникла первая мысль, что если у человека воображаемые образы неконтролируемые, то тогда это ведет к отрицательным последствиям. Об этом везде говорится в эзотерической литературе более-менее серьезной. Это как азбука, это как 2 плюс 2, 4. Тогда, да, действительно это ведет к отрицательным последствиям. Я покопался в интернете и обнаружил вот такую статью. Статья называется «Взаимосвязь тристоусуйчивости и воображение с уровнем невротичности у юноши и девушек». И давайте обратим свое внимание на отрывок из этой статьи. И здесь пишут «Теперь же рассмотрим наличие взаимосвязи между воображением и неврозом. Развивающееся воображение ребенка использует материалом для его фантазии всю окружающую жизнь, все впечатления, которые он получает. Надо сказать, что развитие воображения тает в себе и некоторые опасности. Одна из них – это появление детских страхов. Все родители замечают, что у детей уже с 4-5 лет появляются самые различные страхи. Дети могут бояться темноты, потом уже более определенно скелетов, чертей и прочее. Появление страхов является спутником и своего рода показателем развивающегося воображения. Это явление очень нежелательно, и когда страх появляется, надо помочь поскорее избавиться от него. Ведь для ребенка все это может быть реальностью, причем такой, что воображение помогает ему видеть эту реальность в своей жизни, переносить ее в свой мир. Поэтому надо очень внимательно относиться к тем впечатлениям, которые получает ребенок. Ведь возникший страх может стать навязчивым, перерасти в невроз, и тогда вам уже потребуется помощь детского невропатолога или психиатра. И ссылки на исследование там под номером 2831. Так вот, посмотрите, что в этой статье описывается. То же самое, о чем я и говорю. Что речь идет не о воображении, как таковом, который приводит к неврозу, а о неконтролируемом воображении. То есть, о воображении, которое увеличивает свою яркость, но отсутствует управление этими яркими образами. То есть, неуправляемое, хаотичное воображение, которое выходит из-под контроля, подпитывает страхи человека. Здесь в данном случае речь идет о маленьком человечке, о ребенке. Ну, у взрослых примерно такая же картина. Понимаете, да, в чем речь? То есть, неконтролируемое воображение, которое человек не может проконтролировать, которое человек... То есть, если человек не может управлять своими воображаемыми образами, то это обойдется ему боком. Но о чем говорит сила мысли, о чем говорят многие авторы, о чем говорит Невилл Годдард, Джозеф Мерфи, Джо Диспенза и многие-многие другие. Что человек, когда начинает заниматься силой мысли, он учит, учится контролировать свое воображение. И только вот с этого и начинается какой-то путь. Соответственно, со временем эта способность у человека увеличивается. Эта способность, эта условная мышца, духовная мышца у человека укрепляется. И он уже управляет своими воображаемыми образами, а это, наоборот, благотворно сказывается на человеке. О каком неврозе может идти речь? Понимаете? То есть, опять мы приходим к тому, что люди пишут о том, насколько вредное воображение, что якобы вот то, что силой мысли люди занимаются, ставят там доски визуализации. Это все вредно приводит к неврозу. И мы опять приходим к этому умозаключению, что люди вообще имеют какие-то разные под одним и тем же словом, но подразумевают какие-то разные понятия. Когда в силе мысли речь идет об управляемом воображении, о наращивании ментальных способностей человека, то уже в каких-то статьях, которые критикуют воображение, речь идет о неконтролируемом воображении, о вообще каких-то других вещах, которые нормальному практику, которые достигают определенного уровня, он удивляется вообще, о чем идет речь, о чем. Вот еще такой комментарий нашел на просторах интернета визуализации. Пишет «Это может быть очень опасно, и когда человек вдруг понимает, что он уходит от реальности, это может быть очень болезненно для него вернуться обратно. Я по себе знаю, к сожалению. Когда-то одно время я подсел на эту тему визуализации и помощи Вселенной. Если в это погружаться сильно, уходишь из реальности, это сводит с ума. Обратно тяжело вернуться, тяжело снова заставить себя жить реальной жизнью». И читая этот комментарий, мне приходит мысль, что речь идет о слабости человеческого «я», потому что такое ощущение, что не человек управляет воображением, а воображение управляет этим человеком. И тогда ему сложно становится работать с этим воображением до такой степени, что оно сводит его с ума. Опять-таки повторюсь, что если человек учится управлять своим воображением, учится управлять своими визуальными образами, а это является основа основ в силе мысли. Это как азбука. Это как в первом классе ребенка учит 2 плюс 2 – 4. И когда он это понимает, что 2 плюс 2 – 4, он его дальше во второй класс, потом в третий. То есть какие-то есть основы. То есть уметь управлять своими визуальными образами – это основа. Оперировать ими. Если человек этому не учится, а, например, увеличивает яркость своего воображения или погружается в какие-то состояния, просто хочет форсировать события, хочет быстро чего-то достигнуть, то это отрицательно, конечно, на нем сказывается. Поэтому если бы более конкретно человек уточнил, в чем дело, что он имеет в виду, то можно было бы сказать более точно, где и на каком этапе он совершил грубые ошибки. Ну а если говорить в общем и целом, то наоборот, когда человек учится, визуализирует, когда человек продвигается по силе мысли, то его внутренняя устойчивость, психологическая устойчивость, она только улучшается, она только укрепляется. Он становится более стрессоустойчивый, его внутреннее «я» укрепляется, он становится внутренне более сильным. Это просто, знаете, это вот как 2 плюс 2,4. Это у всех так. И вот еще один скриншот, который говорит о как бы вредной визуализации. И в том и другом случае, пытаясь визуализировать желаемый, человек насильно создает то, что, скорее всего, не должно пока быть в его жизни. Интересная фраза. Насильно создает то, что не должно быть, скорее всего, не должно быть в его жизни. Опять-таки, здесь нет конкретики, о чем, что здесь упоминается, о чем идет речь. То есть, давайте рассмотрим такую мысль, что якобы визуализируя желаемое, человек насильно создает что-то в своей жизни, и как будто бы это плохо. Я хочу отметить, что к визуализации надо относиться как к инструменту, который помогает достичь определенной цели, не больше и не меньше. И этот инструмент сам по себе, он не является ни плохим и ни хорошим. Поэтому все зависит от того, как мы это используем. Понимаете? Поэтому, если, например, я хочу забить гвоздь, я попытаюсь его руками как-то вогнать в дерево, у меня не получится. И если я беру инструмент, молоток, и молотком забиваю этот гвоздь, то говорит ли это о том, что я насильно создаю то, что, скорее всего, пока не должно быть в моей жизни? Как бы вот примерно рассуждение из этой серии, как я считаю. И дальше, посмотрите, часто встречается тоже такое мнение, что якобы смотрите, не визуализируйте, визуализация вам боком обойдется. То есть вы вот визуализируете, а потом вам вот какая-то вот обратка придет, может быть, да, или что-то вот с вами случится. Но вот посмотрите на то, что пишут психологи по этому поводу. Откройте любую психологию, любую литературу по психологии, более-менее которая говорит, рассматривает воображение. Вот я пока вот такую вот открыл. И там вы найдете такие понятия, как непроизвольное или пассивное воображение. Посмотрите, оно является самым простым видом воображения и состоит в возникновении комбинирования представлений и их элементов в новые представления без определенного намерения со стороны человека. При ослаблении сознательного контроля с его стороны за течением своих представлений. Вот. Непроизвольное воображение часто наблюдается у детей младшего возраста. Ну и так далее. То есть мы видим, что есть такое явление, как непроизвольное воображение. Оно наблюдается у всех людей. В данном случае говорится, что очень часто у детей младшего возраста. Так вот, если работать с воображением является каким-то таким плохим, которое обходится человеку боком, то что же тогда сказать о непроизвольном воображении? То есть о воображении, которое человек не контролирует, тогда это как обходится? Потому что у любого человека на заднем фоне протекающих психических процессов его, в процессе его жизнедеятельности возникают воображаемые образы или представления, те или иные, яркие или слабые. Понимаете? То есть воображением, другими словами, многие люди используют воображение пассивно, непроизвольно, а значит, во вред. А вот о чем и говорит Невил Годдард тоже. Он говорит, давайте возьмем под контроль вот это пассивное воображение. Джозеф Мерфи тоже говорит, давайте под контроль возьмем наше воображение, чтобы наше подсознание работало на нас, а не против нас. Чтобы вот эти воображаемые образы работали на нас, а не против нас. Понимаете, о чем он говорит? Поэтому о каком вреде может идти речь. Итак, вот мы рассмотрели некоторые мысли по поводу визуализации. Рассмотрели как бы критику и насколько она соответствует действительности. Если у кого-то есть мысли по поводу вреда визуализации, вы можете оставлять их под видео. Это будет основой для будущих каких-то разборов. Но в целом я хочу обратить внимание и подытожить это видео, что зачастую люди, которые говорят о вреде визуализации, они имеют, они подразумевают вообще что-то другое. Очень часто люди перемешивают многие явления, называя это визуализацией, упускают какие-то детали. Потому что в силе мысли очень четко и очень ясно говорится, что человек должен визуализировать в альфа состоянии. Человек должен уметь управлять своими воображаемыми образами. И человек от этого получает позитивные эмоции. И человек после правильной практики он чувствует себя наполненным. Вот эти вот ключевые элементы, которые сопровождают ту визуализацию, о котором говорится в силе мысли. Если этих элементов нету, то человек, который говорит что-то о визуализации, он занимается немного какими-то другими вещами. Он работает со зрительными образами и добавляет туда какие-то вредные ингредиенты, которые не должны быть там. И это не имеет ничего общего с той визуализацией, которую имеет в виду Невил Годдард, Джозеф Мерфи и многие авторы по силе мысли. Итак, вот такое видео. Желаю вам успехов и всего самого-самого лучшего.